Проблема безнадзорных животных тревожит многих наших телезрителей. Регулярно в наших выпусках мы обращаемся к этой теме. На этот раз поводом для материала стало обращение жительницы поселка Искателей. Моя коллега Наталья Дуркина постаралась разобраться в проблеме и ответить на вопросы. Кто виноват и что делать? Смотрите далее. Екатерина Литовка, как обычно, утром отводила сына в садик. Уже на территории детского сада на девушку напала собака. Екатерина успела только передать малыша воспитательнице. Мне пришлось позвать на помощь охранника, который отогнал эту собаку и вывел ее за территорию. После чего я обратилась в службу по отлову собак с просьбой забрать эту собаку с улицы и, возможно, я не знаю, как это происходит, но провести освидетельствование ее на агрессивность. Мне пояснили, что таких собак по федеральному закону 498 сейчас не имеют права отстреливать либо усыплять. Их имеют право только стерилизовать, привить, чипировать и дальше обратно выпустить на место их обитания. Эта собака уже находилась в приюте. Были проведены все необходимые процедуры, куда входила и чипизация. Именно по обирке на ушки Екатерина поняла, откуда животное. К слову, это был не единичный случай нападения данной собаки. Они в курсе данной собаки, что это было не первое обращение по конкретному животному. И они пообещали мне, что как только они ее отловят, эта собака уже будет у них на контроле, и выпускать ее на улицу они больше не будут. Отлов животных без владельца происходит по заявкам жителей. На предполагаемое место нахождения собаки или кошки выезжают специально обученные сотрудники, которые изымают животное и отправляют в приют. Там после поиска владельцев и 10-дневного карантина, если питомца не забрали, его вакцинируют, кастрируют и чипируют. Затем держат два месяца в приюте. Если животное не проявляет агрессию, его выпускают. Конечно, мы стараемся бездомных животных оставлять в приюте на постоянное содержание. Но, к сожалению, так как приют имеет ограниченное количество мест, то некоторые животные, конечно же, выпускаются. Тем более, так нам говорит федеральное законодательство. Однако, когда появится новый приют на большее количество мест и в более доступном месте, увы, неизвестно. Сейчас приют находится в районе городской свалки. К слову, большое количество безнадзорных собак – это прежде всего вина безответственных людей, которые берут питомцев на попечение, а когда они им надоедают, попросту выбрасывают на улицу. Моё обращение звучит не как просьба контролировать данных животных, а это призыв к нашим контролирующим органам, к нашим властям с целью инициировать внесение изменений в данный закон. Возможно, что разработать какую-то систему по регистрации хозяев домашних животных, либо получать разрешение на заведение домашних животных, что впоследствии облегчит контроль за этими животными и повысит ответственность людей за своими питомцами. Многие хозяева выпускают своих питомцев на самовыгул. Не каждая домашняя собака нападает на человека, но по статистике именно они причиняют вред здоровью людей, оставляя после своих укусов тяжёлые увечья. Потому что это тоже является проблемой для наших жителей. Эти же животные, они точно так же могут представлять угрозу для детей, для лиц пожилого возраста, ну и в том числе и для меня, как молодой женщины, тоже это угроза. Потому что самостоятельно от большой собаки я не отобьюсь. В настоящее время штрафы за самовыгул животных не предусмотрены. Они были отменены. В своё время самый высокий штраф достигал всего каких-то 500 рублей. Поэтому был подготовлен изменённый проект с повышением уровня штрафных санкций. На сегодняшний день мы ждём данные изменения. И данный проект тоже рассматривается в Государственной Думе. Проект внесения изменений в Кодекс об институте правонарушения, где будут установлены штрафы за нарушение правил содержания животных, а также и за ветеринарные правила. Это всё правовые вопросы. Но что же делать, если на вас напала собака? Самое главное, по словам кинолога, это дать в зубы что-то погрызть. Это может быть рюкзак, сумка, перчатка и так далее. Вы в зубы даёте, когда вы держите натяжку, старайтесь никогда не показывать собаке спину. Никогда, ни в каком случае, ни бок, ни спину. Они стараются со спины всегда напасть. Защищайте шею, лицо сразу. Допустим, как говорят, бойцовые собаки, более серьёзные собаки, они стараются сразу, они шею, руки, шею. И вот это бездомные животные, они, конечно, цепляются втихаря, они где-то из-под тишка стараются хватануть за ногу там и всё. Что-то они бывают, хватанут и убегают. Как понять, где тонкая грань между игрой и агрессией? На этот вопрос сложно ответить даже кинологам. Если безнадзорная собака раньше не была домашней, то агрессии по отношению к человеку она будет испытывать реже, чем домашняя. Они на самом деле не проявляют реже, они как, они же с человеком особо-то не знакомы. Они не побегут на человека просто-просто, так собака агрессию никогда не проявят. Либо это её территория, либо она защищает щенков приплодцах, либо еду. В общем, защищает территорию в первую очередь. Но нередко люди сами провоцируют агрессию собак, будь то дети или взрослые. По словам специалистов, к которым обращаются все те же жители региона, приехав на место, они видят забитых собак, у которых травмированы лапы или вырваны ушки. Агрессоры нарочно вырывают бирку у чипированных питомцев, бьют их палками, кидаются первыми попавшими под руку предметами. Именно поэтому важно с детского возраста объяснять, что животные не игрушки, и относиться к ним нужно бережно и с уважением. Мы в ответе за тех, кого приручили. Субтитры создавал DimaTorzok